В Кремле считают образование СССР важной частью истории России, но праздновать столетия этого события не будут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Очень показательно, что сделано это заявление 8 декабря. Именно в этот день, 31 год назад, представители властей России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, которые констатировали ликвидацию СССР. Верхи с удовольствием проедают наследие и присваивают достижения советского социализма. Победу в Великой Отечественной, ядерный щит, место в Совете Безопасности ООН и многое другое. Ведь за это их еще хоть как-то воспринимают на мировой арене. Но сама идея победы пролетариата для правящей верхушки тошнотворна и опасна. По понятным причинам. И поскольку денежные мешки праздновать столетия образования СССР не собираются, давайте просто напомним, чего каждый из нас лишился и чему нас учит эта потеря. Сто лет назад началась история Союза Советских Социалистических Республик. Государство, которое появилось на политической карте мира, как результат первой на планете победившей пролетарской революции. Кое-кто из нас в Советском Союзе родился, у кого-то в той стране прошли детство, юность или даже большая часть жизни, практически в каждой семье дед, бабушка, отец, мать или другие родственники защищали Советскую Родину на фронтах Великой Отечественной, приближали победу своим самоотверженным трудом в тылу. СССР для многих все еще не абстрактный исторический, а личный жизненный опыт, родная, любимая страна. За 30 лет без Советского Союза многое стало яснее, большое видится на расстоянии. Помните, что обещали разрушители СССР гражданам в национальных республиках? Вот отделимся, перестанем кормить остальных нахлебников и заживем. Трудящиеся СССР действительно перестали кормить друг друга, и теперь с именами и фамилиями тех, кого они кормят, можно ознакомиться в списках долларовых миллиардеров и мультимиллионеров в журналах Forbes. Forbes Russia, Forbes Ukraine, Forbes Kazakhstan или Forbes Latvia. Предатели обещали, что невидимая рука рынка наладит всем сытую и богатую жизнь, как на Западе, а сами в ходе приватизации становились собственниками фабрик, заводов, газет, пароходов. Десятки миллионов граждан на собственной шкуре почувствовали, что такое капитализм, с его безработицей, нищетой и даже бездомностью. Многие теряли жилье, вынужденно покинув родину из-за разгоревшихся межнациональных конфликтов. Жадная и глупая постсоветская буржуазия, слепленная из откровенных бандитов, посредственных комсомольцев и номенклатуры, бездарно растратила доставшийся ей научный и технический потенциал. Практически уничтожила великий советский авиапром, убила собственное станкостроение и другие стратегические отрасли промышленности, разбазарила человеческий капитал. Лучшие советские профессионалы, доведенные до нищеты, мигрировали в объятия зарубежных капиталистических гигантов или просто тихо доживали свой век в бедности и забвении, уходили в продавцы, становились челночниками и мелкими спекулянтами. Ценнейшие современные предприятия, порой в буквальном смысле слова, распиливались на металлолом ради сиюминутной наживы. Заросли сорняками миллионы гектаров колхозных полей. Судьбы миллионов людей были сломаны. Ученые и высококвалифицированные специалисты тысячами уезжали на Запад, становились коммерсантами. Культура и искусство? Вы все видите на экране. Комментарии излишни. Советский кинематограф, музыка и телевидение на этом фоне выглядят недосягаемой вершиной. Каков базис такова и надстройка? Образование и воспитание? Все 30 лет народу насаждается культ личной успешности, эгоизма и насилия. Урви, что получится, стащи, что плохо лежит, зарабатывай, как можешь и плевать на всех, не замечай никого и ничего, кроме себя. Хорошие девизы для капиталистической действительности, верно? Безопасность и мир? После разрушения СССР у западных империалистов больше не было сдерживающего фактора в виде социалистической сверхдержавы, с которой приходилось считаться. НАТО теперь хозяйничает в бывших советских республиках и вплотную подошел к границам капиталистической России. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули, заявлял президент РФ. Как оказалось, надули и с минскими договоренностями. Наших буржуев постоянно обводят вокруг пальца. Теперь под руководством все той же постсоветской буржуазии бывшие советские люди убивают таких же бывших советских людей с новой силой в 2022 году. Вот так правящий класс прихватизаторов позаботился о безопасности нашего отечества. Хорошо хоть ядерные галоши остались от страны Совета. Да и вообще, не на старых ли советских галошах мы выезжали все эти годы? Галошах промышленных, инфраструктурных, кадровых. Где новые капиталистические галоши? Чем может похвастаться олигархическая энергетическая сверхдержава, кроме нефти и газопроводов, которые тянутся чуть ли не во все стороны света? А самое главное, каковы перспективы подобного экономического курса? Что в конце этого сырьевого деиндустриализированного тоннеля? Последний год только ленивый не кричал о необходимости индустриализации. Сделали что-то прихватизаторы в этом направлении? И что будет со страной при таком управлении дальше? Спустя 30 лет все больше бывших советских граждан начинают в полной мере осознавать, что именно они потеряли. То, что раньше считалось чем-то само собой разумеющимся – образование и здравоохранение, доступное для всех право на труд и на жилье – обеспечивалось именно благодаря общественной форме собственности на средства производства. Сейчас же любой чих имеет свою цену, а простое человеческое «спасибо», не подкрепленное увесистой пачкой банкнот, и вовсе воспринимается как дурной тон. Многим нашим соотечественникам тяжело переживать это поражение. Для них оно – личное трагедия. И все же, какие бы горькие чувства по этому поводу мы не испытывали, но разрушение Советского Союза не конец истории, а лишь одна проигранная битва во многовековой классовой борьбе. О том, что первое пролетарское государство может при определенных условиях потерпеть поражение, писали и Ленин, и Сталин. При этом грандиозный исторический и социальный опыт не может пройти бесследно. Его невозможно скрыть и забыть. Насколько опасна для господствующего класса любая правдивая информация об СССР мы видим хотя бы по тому, с каким жаром и рвением интеллектуальная прислуга буржуазии, писатели, журналисты, киноделы рассказывает нам об ужасах тоталитаризма сегодня. СССР нет уже 30 лет, а такое ощущение, что ресурсов на его очернение капиталисты сейчас тратят даже больше, чем в годы Холодной войны. И делают это в большей степени капиталисты отечественные. Они больше всех мечтают о том, чтобы полностью выхолостить всю память народа об СССР. Это их самая главная цель – стереть всю память о реальной социальной справедливости. Ведь достижений их правления, сопоставимых с достижениями СССР, попросту нет. Они прекрасно это понимают. Отсюда их тотальная ненависть. Такого международного авторитета, что был у СССР, владельцам современной России никогда не достичь. Мозолит им взгляд пример СССР. Он красноречивее всего выносит приговор их светлому капиталистическому будущему. Верхи желают вернуться к временам монархии и Российской империи. С высоких трибун навязывают нам в качестве главного идеолога философа Ильина, почитателя русского фашизма и борьбы Гитлера с большевизмом. Вот только воссоздавая условия Российской империи, они только готовят почву для новых большевиков. Есть такое явление в природе – свет погасшей звезды. Когда гаснет далекая звезда, ее свет доходит до Земли порой еще несколько десятилетий из-за огромного расстояния. Хорошая метафора для СССР. Он словно такая звезда. Миллионы по-настоящему прогрессивных людей во всем мире и сегодня продолжают вдохновляться этим светом. Примером Великой Октябрьской социалистической революции, достижениями и победами первого пролетарского государства. Будут, обязательно будут новые победы рабочего класса. Советский опыт – это не только лучшее, что случилось с Россией, Украиной, Белоруссией, Казахстаном и всеми осколками бывшего СССР. Это лучшее, что случилось со всей человеческой цивилизации. Это первый шаг реального изменения всего человечества. Живой пример, что оно способно организовать свою жизнь не ради услужения кучки барыг и паразитов, а ради общего блага и развития честного работающего большинства в мире, где человек человеку друг, товарищ и брат. Где социальная справедливость подтверждается делом, а не популизмом буржуазных паразитов. Вдохновляясь опытом СССР, через борьбу и огромный труд народы Земли обязательно построят по его примеру, с учетом его ошибок, свое прогрессивное будущее. Поэтому мы будем идти вперед и продолжать великое дело освобождения человечества. Лед сломан, путь открыт, дорога показана. Несмотря на старания мерзких паразитов, нет, мы не забыли о тебе. С днем рождения, великий и могучий Советский Союз! Субтитры создавал DimaTorzok